Вы знаете, мне нравится, как Россия относится к Украине, мне не нравится, как Украина относится к России, да, вот та Украина, которая устроила все вот это вот. Конечно, я вообще человек маленький, не могу разобраться толком во всей большой политике, и боюсь, что даже большие политики сами не могут разобраться до конца вообще, что происходит и как все это разрулить. Мне бы очень хотелось, чтобы больше не было войны, мне бы очень хотелось, чтобы не погибали люди. Я думаю, то, что произошло, это все очень страшно было, очень больно, очень, ну, это ужасно, что я видела по телевизору, я плакала, честно говоря, когда видела детей, особенно, когда убивают, и просто представляла себя на месте тех людей обычных, и, ну, я, честно говоря, я переключала телевизор, не могла смотреть, у меня слезы наворачивались на глаза. Будущее, которое нас ждет впереди с Украиной, ну, я, конечно, хотела бы стать экстрасенсом и погадать, раскинуть карты и сказать, вот, то-то и то-то было. То, что я хочу, я хочу, чтобы был мир над нашими странами, чтобы не гибли люди, это хочет любая женщина, любой человек, любая мать. То, что сейчас, в ближайшем будущем, ну, мне бы хотелось, чтобы хоть какие-то дружеские отношения наладились, хоть как-то люди договорились там наверху о том, чтобы все-таки опять же не было войны. То есть для меня важно, чтобы не мои дети и внуки, и не дети других людей, и внуки не видели пулеметных очередей, военных действий и танков около их домов, и разбитых стекол, и полностью, когда все, одни бомбы вокруг снаряды какие-то валяются, и все это разрывается. Вот для меня, как для человека, как для женщины важно это. Какое там будущее будет, я не знаю. Главное, чтобы не было войны. Вот я так думаю.